Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу Пинхас. Есть такие слова замечательные. Не волнуйся, разве моя рука коротка, чтобы помочь в этом деле? В Торе такие слова мы читали. Это когда Всевышний говорит Маше. Вот однажды к рабы мэру из Перемышлян пришел еврей с жалобой на соседа, который построил свою продовольственную лавку рядом с его магазином. И это отрицательно сказывается, может быть, на его заработке. И выслушал его рабе мэра, говорит, ты обратил внимание, как лошадь пьет воду из озера или из реки. Пришедший говорит, нет. Так вот, говорит мэр, перед тем, как лошадь начинает пить воду, она копытом бьет по воде, а затем только удаляет жажду. Знаешь почему? Вроде бы как странно. Дело в том, что когда она наклоняется пить и видит свое отражение в воде, ей кажется, что пришла другая лошадь и сейчас выпьет всю воду. Поэтому она начинает волноваться, беспокоиться. И чтобы успокоиться, начинает отгонять копытом пришедшую соседку. И потом она, когда вода замутнелась, ей кажется, что все спокойно, начинает пить. Человек не должен вести себя как лошадь. Ему надо понять, что у Всевышнего достаточно воды, чтобы напоить всех, и достаточно средств, чтобы дать заработок еще одному, еще двум, кому угодно. И человек должен вести себя так, чтобы ему было и в этом, и в следующем мире возможность отчитаться. Вообще, мы не знаем никого, кто вернулся бы назад после небесного суда и рассказал о своих впечатлениях о жизни в том мире. Почти. Хотя на самом деле это не совсем так. Потому что были три человека, и об этом написано в нашей недельной главе, которые вернулись, точнее не в нашей, это вот состыкованы эти две главы. И одно и те же события происходят в главе прошлой и в Пинхасе. И вот в главе Пинхас, посвященной другой теме, Тора перечисляет всеми колен, которые родились в новом поколении, и которым будет разрешено войти в землю Израиля. И потом, когда очередь доходит до семей Датана, из знаменитых этих хулиганов и Аверама, они говорят, что они умерли в результате спора. А дальше сказано, а сыновья Короха не умерли. Оказывается, трое сыновей Короха, Асир, Элькана и Асиаф, они вместе с отцом, которые были, и все имущество которых провалилось под землю вместе со всеми, они на самом деле не погибли. Раша цитирует метраж, в котором говорится, что они задержались на воздвинутых всемогущих возвышениях, и через некоторое время, но все-таки какое-то время там пробыли, вернулись к жизни, родились детей, среди их потомков, и пророк Шмуэль, и 24 смены левитов, и так далее. Любовический Рэбби объяснял, что наказание сыновей Короха было разделено, что они сами были раздвоены. Внешне они были как лидеры восстания среди людей Короха, и поэтому должны были упасть под землю и получить наказание за грех. Но в то же время внутри у них были волнения, они были расстроены. Они шли в этом восстании благодаря тому, что их отец затащил. На самом деле они раскаивались, они видели, что не все так просто. В чем тут суть? Идея состоит в том, что наказание в Торе это не месть и не боль ради боли. И такого нет. Когда в жизни что-то такое происходит, это не для боли. Это прямое исправление ущерба, нанесенного человеком. Так устроен этот мир. То есть зло приходит к нам, всякие беды приходят к нам, как исправление ущерба, нанесенного человеку этому миру. И поскольку ущерб, например, от действий детей Короха был такой внешний, да, наказание было тоже внешнее. Внутри они раскаялись и потому остались живы. И эта идея передает нам важнейшее сообщение, из-за которого, собственно, суть нашего урока. Даже размышление о раскаянии может спасать человека. Не стоит недооценивать мысли, потому что мысль первична. В жизни человек попадает в разные трудные ситуации. Иногда не находит сил выбраться из них. Иногда сложно, иногда давит это все. История сыновей Короха учит, что надо просто подумать хотя бы для начала о покаянии каком-то, о исправлении каких-то вещей. По крайней мере не отождествлять себя с этой ситуацией. Не считай, что ты привязан к ней намертво. Надо переживать какую-то боль внутри и твердо решить, бежать из этой ситуации, как только сможешь вырваться. Но принять решение, то есть направление определив, ты уже исправляешь огромную ситуацию. Всевышний, написано, хочет увидеть, как человек покается. И он спасает, написано, его из-за, в котором тот уже пал даже. Только благодаря даже есть размышлениям. Одно правильное решение может вывести каждого из-за до его жизни и поместить совершенно в другое место. Короче, у нас у всех есть, в любой ситуации, есть возможность принять хорошее решение, правильное решение, которое может повернуть нашу жизнь к лучшему прямо сегодня. Брахава от слаха. Этому учит нас глава Торы.